ну что всем огромный привет напоминаю что меня зовут николай я рад приветствовать вас у себя на youtube канале канал который посвящен парфюмерии не только всем самим за юхи нам по традиции пламенный привет если вы случайно попали сюда пожалуйста подпишитесь вам будет весело интересно и возможно немножечко познавательно по заставочек вы поняли что я начинаю опять вещать про люкс люкс по требованию вас давайте так договоримся начинаем новую неделю и с этой с этого видеоролика я буду вещать небольшие не длинные познавательные возможно для кого-то видеоролики посвященные люксу в основном вот а под конец оставим все самые интересные самые вкусные самые жирные что пришло ко мне недавно в посылочке от рандеву но я возможно буду разбавлять свои заказные рекламные ранды ушные видосики чем нибудь поэтому я думаю что будет вам весело и интересно по заставочке вы поняли уже посмотрели про что сегодня буду вещать а буду вещать про люксовый аромат про которые очень много на самом деле запросов допросов было в комментариях как тебе филипп ляйн либо playing только хотите так говорить но по-моему правильно произносить филипп ляйна я могу ошибаться если что в комментариях меня поправить и не скажу что ароматик то новый сколько ему по моему два года от роду да но он уже успел наделать шума на фрагрантике кипят бои там целые баталии кому-то аромат безумно нравится кто-то его считает манифестом мускулинности до манифестом для мужчины и говорят что это самое крутое что выходило в люксе за последние года но я наверное останусь посерединке да и не буду его слишком шибко расхваливать потому что я знаю про родители с чего собственно все началось да да и собственно сам филипп ляйн пошел по легкому пути пригласил к себе альберта мариеса да кто не знает это дядька который создал наверное 80 процентов современного люкса да и продолжает радовать нас и творить альберта дядька классный да на самом деле он такой хитрец потому что он делает очень понятные для люкса истории которые все бренды хотят себе заиметь в портфолио так у нас уже было с его розой до которую перелопатили которую взяли себе в обиход кучу кучу я прикреплю и про что я говорю вы поймете также случилось и с ароматом ноу лимит 100 ноу лимит с не был прародителем я знаю его прародителя эта история про гуччи гилти абсолю которые а вроде как по легенде по слухам сняли с производства до остатки конечно еще можно купить срок но стоит они безумно бессонно словных денег да ну вот филипп лэйн пошел по пути коммерческого успеха немножечко удешевил формулу это чувствуется правда давайте сразу так скажу я их буду сравнивать этот аромат буду сравнивать гуччи гилти абсолю не просто так потому что на него неправду очень похожи но есть небольшие отличия да чё по деньгам аромат кстати стоит достаточно приятных денег до ошибка без денег вы не останетесь после его покупки вы можете приобретать например в рандеву с моим промокодиком который будет здесь ссылочки на аромат оставлю внизу можете спокойно покупать в магазинах оффлайн а сейчас на него кстати прям хорошая цена имеет ли смысл быть в конце я об этом скажу ну что погнали как выглядит само оформление флакона мне безумно нравится здесь было было у нас с вами упаковочка в распаковочке мы ее сняли да уже посмотрели черный красивый лаконичный флакон который покрыт картоном здесь на картонечке скелетик доллар дать такие фирменные бленки самого филиппа пляйна он их использует этот орнамент в одежде в аксессуарах и так далее тому подобное очень красивый шрифт все подобрано да это кич да это цыганщина но это цыганщина с то как человек привык до показывать и презентовывать свой бренд а тут есть свои отличительные особенности очень много лога очень много интересных шрифтов всех этих дизайнерских заморочек ну собственно внутри вот этого короба у нас находится сам флакончик отдельно стоит упомянуть оформление нетипичные для люкса для ниши тем более очень красиво сделано пластик металл и стекло черное крашеное сам флакончик из выполнен форме кредитной карточки где по моему написано дата рождения самого дизайнера и 1 триллион долларов которые по идее аромат должен нам открывать двери в мир беззаботной и богатой жизни кстати очень интересно что парфюм сделан в италии made in italy вдруг странно негаданно да но не знаю чем это связано и внизу у нас есть какой-то qr-код куда-то нас вам я не проверил на самом деле нафиг она надо коробочка мне не пригодится даже с вот это вот замечательно голографичной истории но на беспонтовая вот что касается оформление еще хорошая хорошая полиграфия хорошая краска хороший пластик хороший металл хорошее стекло ничего у меня даже ношенные в сумке не потерлась не стерлась за качество как говорится ручая да можно смело брать давайте пробежимся собственно чем он мне пахнет я буду ручка себе подготовил и по ходу пьесы буду говорить чем лично он не пахнет и что я в нем ощущаю да ну русский язык не моё вы знаете буду запинаться буду коверкать язык все нормально спрей поливилизатор классный поливилизатор у нас находится вроде как где чип находится у карта кредитный чем пахнется и действия прикреплю вам пирамидку кому интересно да посмотрите если у вас есть этот аромат сравнить свои ощущения также опять таки в комментариях жду от вас да да нет нет зачем почему давайте так скажу на что роднит его с гучи гилти скилли он дал dark lord гучи гилти абсолютно естественно мужской да который вот этот по легенде сняты еще в гучи в приватных линейки есть шепот змей все про то правда но у них одно направление это кожа на такое немножко лошадиная немножко удовая специевая шоколадно-почулевая история да с хорошей стойкостью все ароматы которые наплодил альберта для всех брендов они отличаются стойкостью громкостью шлейфом да то что вы сами выбираете за что вам платить хотите покупаете шепот змей в приватке у гучи за 300-400 евро совда хотите покупать и филипп плейна если вы не шибко шарить за парфюмерии все эти вот обертоны перехода каких-то на нижние грани каких-то удобных для вас кожаных нот смол смело можно брать да если вы живете европе наверно вас также все это по скидкам продается 50 евро за флакончик люкса я думаю что это приемлемая цена у нас по крайней мере сейчас столько стоит погнали при первом распыление что вас может встречать я немножечко разнюсь со своим восприятием то что у нас написано фраграме я абсолютно не слышу никаких цитрусовых нот никаких спецовых нот в старте да там люди уверяют что чего-то как-то и там почему мне сходу мне со старта пахнет действительно очень плотным очень пряным каким-то древесным аккордом с большим количеством чего-то шоколадного чего нет в gucci gilty absolute вот парфюм отличается феноменальной стойкостью феминальной громкостью но он носится легко я давал нюхать этот парфюм своим знакомым да кто в принципе пахнет и ладно до oriflame gucci что подарили то собственные нося говорят что аромат мягкий аромат приятные я говорю не пахнет ли ишаками не пахнет ли лошадьми нет все нормально дачу не могу сказать про те же самых людей когда им давал нюхать шепот змей от gucci да там прям все и нагласно говорил что пахнет навозом и лошадьми но есть такой он умеем безумно нравится чё по итогу то вот это вот пряное дерево мягкая пачуливая немножко шоколадная дачу ноту шоколада я здесь отчетливо слышу спустя где-то час-полтора он вот эти вот первые верхние ноты и очень интересный захватывающий парфюм кстати со старта очень приятно здесь нет ничего никакой понебрачно не потрепщины слепом за тесте действительно можно смело сказать что пахнет по нишевому но спустя погодя это час-полтора выходит вот именно то что разнит этот аромат со всеми со всеми со всеми ароматами это кожа но кожа здесь немножко переработанная да это не такая грубая сухая а грубые выделки кожи да а такая едкая немножко дегтярная плотная черная здесь вот это вот кожаный аккорд самое главное да что разнить его совсем немножечко приглушили его сделали мягче и поэтому люди немножко негодуют о том что вроде как скопировали а скопировали не полностью мы должны понимать что для но филипп ли не является да как бы большим домом как таким как гуччи да с его парфюмерной линейку него парфюмов то немного ему нужно продавать соответственно сделали максимально удобоварима и понятно для себя чтобы мужик магазине подошел брызнул о как классно пахнет что такое сладенькое что-то такое древесное что кожаный я возьму себе вот если он подойдет и прям со старта будет пахнуть и шоками навозом то извините это никто не купит а ему надо как бы отрабатывать свой бюджет рекламу и так далее и тому подобное мне понравилось скажу так этот парфюм наверное самый прямолинейный из всех вот этих вот прародители вот этого кожана лошадиного мужского движения который создал альберта для всех для всех брендов действительно спустя два-три часа ты чувствуешь что он немножко отличается что немножко по бюджет не сделан он не так меняется и грани раскрыть да опять-таки линейный монотонный но возможно это кто-то ищет в парфюме до чтобы не было там сидишь и тебя пахнет деревяшка потом херак выходит грязная вонючая немытая лошадь что касается анималики которые здесь люди чувствуют что пахнет чем-то грязным неприятным да боже упаси вы что нет конечно опять же нужно продаваться сюда этого ничего не положили а в сухом остатке что мы с вами имеем парфюм с хорошей стойкостью парфюм с хорошим шлейфом если вы дамы и любите подобного рода направлении любите удово кожано древесно почулево шоколадное направление в парфюмах вам он понравится поверьте никакой понебращины пота грязи немытых ишаков конечно если фантазия разыграется может здесь услышать но я по крайней мере это не слышу парфюм не войдет в топ моих часто носибельных ароматов потому что я просто такое направление не очень люблю я в принципе не люблю кожу в парфюмерии даже она должна быть а во первых и такая замшеваны риски скорее всего да замшу я люблю а вот с кожей я еще пока не подружился не нашел своего ароматному я в мире кожи да ну будем исправляться сладко красиво интересно с хорошей стойкостью с хорошим шлейфом а подойдет как молодому парню подойдет так и взрослому мужчине даже девушки да если она подберет такой темный образ и если вы не скажете что это люксовое произведение да поверьте большая часть людей которые так вот с парфюмом посредственно главное что пахло и ладно не почувствовать здесь подвоха до скажете нише поверю что ниша вот я не буду сейчас пересказывать вот эту всю маркетинговую историю как презентовал сам этот аромат какие вехи какие рекламные интеграции он прошел вы все это сможете спокойно прочитать и посмотреть сами абстрагируясь от всего до от сама вот этого кичева да немножко не стандартного дизайнера это что на литву флаконе могу ли похвалить да могу смелая история к сожалению этот аромат будет ждать участь всех люксовых работ но знаете да выходит какой-нибудь уникальный аромат и потом ему плодят братьев-близнецов без рук без ног и так далее там вону даже на этот аромат по моему есть уже фланкер до синим таком оформлении говорят что они очень похожи но я правда не помню как пахнет другой мне вот достаточно вот этого рекомендую смело можете покупать можете запасаться на подарки я скорее всего не могу вам преподавать здесь нужно просто любить такое направление до странненькая но при этом приятное и носибельное его кстати не относится к категории кожаных да потому что ну вот действительно кожи здесь прямо на минималках я бы скорее его назвал каким-нибудь древесный восточный даст легким намеком гурманики гурманики наверное это самый сладкий аромат до из всех вот этих вот клонов и подобие что еще про него сказать я правда не знаю классная достойная штука я вот с утра нанес его на себя снимаю видео вечером сейчас его не обновлял я его слышу на с одежды кстати прям сидит конкретно прям капитально да я вот наносил на свою пальто серое вот фонит приятно да очень приятная базовая структура ничего не выпирает да никакой опять грязи повторюсь нет носится спокойно непринужденно и кстати я делал подпшитивание да ничего страшного я в этом не вижу при обильном нанесении нет вот эффекта передоза да когда прямо глаза слезятся мама дорогая открывая окно нет он всем нравится правда вот достаешь лакончик еще все так полюбую сада что это что это опять-таки люди которые далеки от мира парфюмери в общем вот смело могу рекомендовать скорее всего попробую еще синюю историю да если получится по возможности потом сделаю сравнительный анализ данную это не точно так смело одобряя пользуйтесь покупайте мальчикам девочкам ничего страшного него опять-таки нет у меня есть в коллекции пардонте мне дарил свое время друг знакомый аромат от шопард от молоки да дело тот же самый альберто мариес тоже про то но здесь немножко история поблагороднее но кстати от молоки он хоть и стоит по моему сейчас дороже да но нифига не стойки вот он на меня не сидит два часа дох вроде то и про то пальто и та же самая кожаная удовая история вот но вот этот товарищ прям 12 часов спокойно это вот к слову да о плодении копии о плодении чего-то подобного все 15 минут наговорил да как говорится отработал банку ну правда штука достойный не буду от нее избавляться никому не подарю а вот поставлю себе как референс да почему у меня нету гуччи гилте абсолют тоже где-то был комментарий как тебе говорю ну просто не мое направление и мне в нем тяжело в нем для не для меня слишком грубая кожа кожа грубой выделки и там есть еще такое что-то острое от чего он свербит в носу спустя три-четыре часа мне хочется продышаться продышаться чего не цель да здесь такая сладкая история понятная какая-то амброчка то есть и ладно кстати тут чего только не наговорите и кстати очень приятно мускатный орех вот это вот с шоколадом так замешана достойно очень достойно рекомендую пробуйте пользуйтесь да если у вас есть коллекции пожалуйста чешканить пару строк мне будет интересно почитать все с вами был филипп лайн аромат ноу лимит с вот этого черные безлимитной кредитной картой магазин трендеву и николай надеюсь видео было вам полезно если полезно поставьте пальчик вверх вы знаете что на канале если что-то мне приехало даже бесплатно если пахнет говно я говорю пахнет говно ничего от вас не скрываю вот кто-то кому-то нравится такая манера подачи да кто-то категорить не может переваривать но все равно посматривает вот потому что мы тут правдиво и честно все всем удачи всех обнимаю до хруста безе и увидимся совсем совсем скоро пока пока